время без 23 надо бы сгонять за дровишками надо еще их найти дрова приготовить да уже валяться туда отдыхать сгонять для начала сгоняю до болота гляну косачи на броды сделали нет на таковище были не были три километра ехать до этого места и на обратном пути буду валежную искать ну что погнали а березы как нагнуло до через реку как мост можно перейти по березе когда моряка открытая уже но рядчик бежит скрылся за ветками все на том же месте как я ехал сюда в этом же месте где-то бегать полетел а где 2 в общем рядчиков вот и до болота доехал сгоняем туда обратно до 500 метров до середины и обратно на километр куда обратно получится офигенная это заваливаешь силик очень неплохой цилик то есть он здесь феврале был значительно было срלא чем что восхищен все Продолжение следует... Продолжение следует... То есть сюда, если приехать где-то в 4, только-только рассвет, они здесь уже будут. Вот, все вытоптано. Абсолютно все. Косочинный ток. Не знаю, как тут... Ох ты! А снег-то здесь надутый, плотный. Вот косочинные следы. Да. Натоптано очень хорошо, много. Видите, просто все вытоптано. Помет, перья. Они здесь уже вот. Начинают свои соревнования. Все вытоптано абсолютно. Вот в сторону туда сосняка. Вот там вообще вон сколько помета вижу. И перья, и все такое. Не знаю, даже, может быть, попробовать можно в этом году на Косоча взять лицензию. Только вот далеко ехать. И надо скрадок какой-то делать предварительно. Вон, все вытоптано абсолютно. Везде один помет. Я думаю, здесь, ну, как-то в прошлый раз, я когда здесь был на этом токе, здесь 16 косочей я тогда насчитал. Вот у них самое главное таковище. Вот здесь самое сборище. Вот уже и перья есть. Здесь они уже проводят свои игры. Перьев прилично здесь. Помета очень много. Вот. На этой сосне, видать, тусуются постоянно они. Вот такое. И место здесь чистое. То есть, если сейчас на него начинать охотиться в ближайшее время, надо просто скрадок какой-то смастерить по-быстрому белого цвета под какой-нибудь из этих сосен. Ну, расстояние, чтобы было на выстрел. Что там, ружейный выстрел, это совсем близко надо где-то поставить. Либо какой-то такой минимальный скрадок, да, знаете, заранее пришел, залез туда и бахнул. Не знаю, овчинка стоит вилки, нет? Ну, интересно, конечно, за ними понаблюдать, поснимать. Слушайте, а я, наверное, сегодня попробую, если не просплю, ночью сюда приеду. Ну, только-только на рассвете. В принципе, у меня костюм белый. Может быть, меня не сильно будет видно. И где-нибудь заныкаюсь. И попробую вам показать, как здесь косачи такуют. Ну, шалапа, поехали обратно. Надо что-то найти, какую-то валежину. В общем, косач такуют, это радует. Красота. Ну и снег броднющий. Сосновая валежина. Наполовину с гнильцой, конечно, но более-менее сухая, пойдет. Ну вот. О, лёгенькие, хорошие. С ветром, видать. Ну, она высохла, потом ветром её, в общем, скосило. Что-то меня раздразнил этот таковище. Вот прям реально, наверное, будильник просто поставлю и сюда в 4 утра приеду. Просто самому интересно посмотреть, сколько их здесь и вам показать. И может реально хотя бы пару лицензий взять на косача. Не полениться съездить. По-быстрому какой-нибудь скрадок сделать, пока есть сейчас время. А потом подойти так же заранее, залечь там и ждать. Какой-то белый материал нужен. Дарнит или нетканку, что-то такое. Ну ничего такого нет. Или хотя бы небольшой кусок, просто как щит сделать. С одной стороны, чтобы полностью белое было. Но они где-то с той стороны прилетают. В общем, посмотрим. Какой-то чурак один длинный. Какой-то показался мне. Ладно, по USB отпилю, сколько надо. Ну вот. Ну что, погнали? Поехали. По пути еще одну вылежанную елку нашел. Ну, гнилую. Такая сойдет. Наметывать. Накидывать. В печку. Уги, не мешайся. Такие тяжеловатые, сырые. Напитали влаги много. Так. Поехали. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Вот какой-то чурак один длинноват и показался. Не знаю, батарейки хватит, нет? Допилить. Вряд ли. Всё. А, подождите. Отцепилась батарейка. Ага, с чехлом ещё два пилить будем. Хватило. В общем, одной батарейки хватает на большой такой возик. Плюс всё на улице. Если в тепле держать, то как бы нормально. А я взял две батареи. Причём вторая, которая запасная, она в два раза ёмкость у него больше. Но она очень тяжёлая. Ну, в принципе, двух батареек хватает дров напилить. Если зимой в морозок. Я не знаю. В неделю-то как минимум. Даже при хороших морозах. Хватит. Ну, что такая вот штука. Ну, бензол всё-таки лучше. Надёжней. Стильней, модней, молодёжней. Ну, вот. Здесь дров хватит на несколько дней. Накинуть печку. Вечером ещё поднаколоть. Чтобы ночью не вставать. Ну, на улице что-то тепло стало совсем. Я не знаю. Снег прилипает к штанам, к сапогам. О, дрова все сниму. Наверное, потепление пошло. Фух. 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 Продолжение следует...